Нет, знаешь, прям супер какой-то темы, насчет которой надо обсудить и так далее. То есть потихоньку флоу. Да, ты за травку давай и погнали. Я не умею, вот именно, знаешь, я позиционирую себя как очень хуёвый ведущий. Да, 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 то есть ты можешь... Рекану Азарбаева тоже за травку, братан. Ты можешь... Ааа... А что? Чайская долина. А, ты не в курсе? Нет. В смысле? Ну смотри, короче... За травку, братан. Нет, это интересная история? Нет, ну она просто, типа, я одну из версий слышал, что она, типа, посчитала, что у нас слишком много этого всего растет, и это достояние Казахстана, ведь на хрена мы это сжигаем? Типа дырега. Ааа... И поэтому есть варианты, что, типа, сделают... Да, в медицинских целях экспортировать марихуану. Не, ну это же, типа, монетизация. Это плохо? Нет, я считаю, если в таких медицинских целях есть, то это реально нормальная тема. То есть Чуйская долина одна из самых крупных долин, где вообще производится. Ну, разрастает, типа, во всем мире, типа. Не, ну еще, тем более, много чего творческого, ну, в смысле, я просто, вот, когда мы были путешествовать, в Америке встречи. Там, по-моему, мы уже снимаем, братья, я так и понял, что мы на вайбе, и сегодня вообще на вайбе. Вы еще закидывайте туда посты тоже. Это то, что, ну, группа Битлз, то, что находилась в тех краях по поводу Чуйской долины. Ну, бро, это фейк-ньюс. Не, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. Я просто суть хочу объяснить, что, типа, в этом есть полезная сторона. Но мне кажется, что, типа, вряд ли, вряд ли мы придем к тому, что, типа, это будет в гармонии. Ну, типа, в control. Не будет этого. Может быть, когда-нибудь придем к этому. Я верю в это, я буду верить. Ну, чтобы легализовать травму марихуану в Казахстане, это точно нет. Ладно, когда в Голландии, например, да, или там в Чехии, да, сейчас там вообще до уровня кокаина вроде все легализовали. Там народ как-то более, как сказать, интеллектуально развит, да, то есть он способен сейчас. У нас если легализуют, то просто бес на улицах будет. Я говорю, вот в Ванкувере когда были, там атмосфера смысла фри, ты как за хлебом вышел. Он типа ты вышел, типа. Да, в Вашингтоне доставка. А почему у нас не получится? То есть что будет прям? Типа, общее мышление на население еще не готово? Да, мне кажется, еще не готово. Мне кажется, еще, да, просто видишь, просто вот масса пойдет, это начнет делать, короче, неправильным образом. Вот. А как мне сказали, да, просто Голландия это страна свободы, например, да, а кто-то просто выбирает порог. Ну, мы типа, короче, во многом еще не готовы для многих вещей, да? Да, пока что нет, пока что нет. Вот парьер до степста, вот парьер до степста. Экономика, короче, если улучшится, то тогда типа вот это вот самопознание, саморазвитие и так далее тоже улучшится. То есть вот это вот будет влиять в первую очередь, а не то, что мы будем вливать деньги там на саморазвитие людей и так далее. То есть в первую очередь, если экономика улучшится, у людей появятся бабки, тогда они начнут заниматься саморазвитие. Ну, а экономику в руках то строят? Самый главный экономический капитал у страны это человеческий капитал. Да. Все же вокруг этого образование фундаментальное, духовное, нравственное развитие. Я к тому, что здесь опять же это, ну, если травку и так далее у нас это легализуют, то есть по-любому это не поможет. Бабки просто если людям тоже дать, мы не умеем оказываться все еще финансами распоряжаться, то есть бабки дай нам, да, мы все растратим. Финансовая грамотность на очень низком уровне, кстати, находится, вот недавно с Ботой Жумановой. Кому, кстати, интересно, ребят, насчет финансовой грамотности, есть такой эксперт Бота Жуманова, загуглите ее, почитайте ее статьи на YouVision, очень интересный контент. То есть она типа консультантом финансового? Она именно, она консультирует, да, как правильно распределять средства, куда инвестировать деньги и так далее. То есть я сам на ее мастер-класс записался, после этого реально начал откладывать деньги, и это реально, да, потому что постоянно живешь от зарплаты до зарплаты. Ну, конечно, раньше так жил, от зарплаты до зарплаты, либо поднять, потратить все, что в моей голове, здесь такой принцип был. Сейчас уже более такой супер. То есть именно в этом году ты, короче, об этом... Только в этом году, в 22 года, слава богу, я до этого дошел. Слава богу. Не стыдно мне 27, но вот именно тоже только в этом году я первый раз... Что, 27, что ли? 27, да. Я первый раз созвонился с консультантом именно по финансам, да? Вот недавно, это месяца два тому назад было, я переговорил и вот тоже начал об этом задумываться. Но это не моя заслуга, это чисто мама меня туда сказала. А, серьезно? Да, блин, ну это классно. И самый прикол, знаешь, что мне этот чел сказал, он с Караганды. Я ему позвонил, так-то так, он у меня спрашивает, во сколько, короче, ты хочешь все, типа не хочешь работать и так далее. Ну, оптимистичные мысли спрашивает. Я говорю, ну, блин, 45, короче, а сколько ты хочешь? Ну, блин, сколько, я помню, или Бэф что-то говорил, типа, чтобы всему все хватало, там, 50... Нет, 50 миллионов долларов, что-то такое же было, нет? О, не знаю. Это было, я не помню. Короче, я такой, просто, ебедень, цифру взял. Все, погнали! Ебедень! Он такой, взял, он говорит, теперь вот это вот подели, короче, на столько-то столько месяцев, столько... И он говорит, типа, вместе тебе нужно делать вот такую-то, такую нереально огромную сумму сказал. Я такой сразу приземлился и так далее, и он говорит, а подожди, а сколько тебе лет? Я говорю, ну, 27. Он говорит, ну, голос упоминался, типа, блин, ну, это классно, то, что, типа, в 27 ты хотя бы задумался об этом. Если бы я в своей 27, типа, об этом задумался, то сейчас мне, типа, 45, то я бы сейчас был намного, типа, богаче и так далее. И реально, то есть, я дошел до этого, после того, даже почитал книги и так далее, вот понял то, что мы поднимаем и тратим, да, и, то есть, всегда обнуляемся, да, в какой-то момент, вроде зарабатываем, но обнуляемся. И теперь пришло такое самоосознание, что, а куда мы это все, короче, растратили? Ну, я на это все так, наверное, думаю, что... Ну, ты мне кажется, смотри, вопрос, вопрос. Давай. Ты, мне кажется, в плане финансов, очень сильный, я помню, когда я первый раз тебя увидел, я его увидел, по-моему, у тебя был сразу, этот, паджерик, по-моему, черный. Да, 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 да. Братан, он ведущий, он ведущий. Я на этот счет, нет, я, ну, типа, если только насчет ведения, смысл, это не брать, то есть, типа, выступление только как ведение. Я считаю, что этот, что... Я считаю, что будет правильно от окружения многое зависит, потому что я, например, ну, учился на первом курсе сам и все время дружил уже со старшими ребятами с четвертого курса. Как-то, да. Да, и, то есть, это было круто, никакой рекламы для них, да, такой. Просто идея какая, что... Я видел, как ребята многие, то есть, тратили кэш, поднять, потратить этот кэш, и я, типа, ну, просто я, наверное, воспитан так, я, наверное, с маленького возраста уже работал, и я попробовал разные профессии. И деньги зарабатываются не на сейчас, короче, они должны зарабатываться не на сейчас. Надо по-любому, то есть, этот кэш монетизировать, в развитие смысла вкладывать, поэтому параллельно, то есть, направление бизнеса, оно вообще не имеет отношения к творчеству, благодаря, там, команде какой-то Акжоу, например, да, как коммерческий директор, параллельно он развивает какие-то темы. Для меня, короче, было просто принципиальным, чтобы вот я в университет пошел в новой одежде, и поэтому я пропахал все лето, проработал уборщиком, проработал официантом, а потом подумал, в университет еще на туз, параллельно где-то мы там работали, это все опыт. Но ты тогда еще ведущим, то есть? Да, нет, тогда еще не был, я тогда просто играл в КВН и мечтал о том, чтобы все было круто. А потом потихоньку, потихонечку я просто втал, и я, как тебе сказать, я не могу посоветовать какую-то книгу крутую, да, я уверен, брат, ну, в смысле, я просто очень много наслышан, что ты разбираешься в этом, как можешь что-то посоветовать. Я не такой парень, я считаю, что это все должно быть на вайбе, на ощущениях, что если ты чувствуешь то, что маза прет, так помогай чему-то хорошему. У меня очень много бюджета уходит в благотворительные вещи, это называется закон святой десятки, поэтому очень много семей, которые мы поддерживаем. Закон откуда это? Закон откуда? В смысле закон? Нет, я говорю, ну, типа, как есть такой закон святой десятки, есть такое выражение Эстон Качера, который говорил о том, что... Чего вы Качер? Эстон Качер. А, Эстон Качер. Передаваешь, типа, 10% ты открываешь себе дорогу, короче, ну, типа, такого, типа, это работает, типа, закон, когда ты помогаешь. Но я не из-за этого, короче, я из-за того, чтобы просто в погоне за вибрацией вот этой позитивной, короче. А что такое вибрация? Так, и когда ты видишь людей, такие, ну, я тебе рассказываю, братан, ты чё, блин? Все, 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 все. Просто идея какая, что это очень круто тебя вдохновляет, когда, я уверен, что ты на одном вдохновении можешь сотворить что-то великое, ты становишься сверхмасоном, когда ты, образно, когда ты влюблён, или когда ты увидел человека, который нуждается в чём-то, и когда он... Твоё деяние сделало его счастливым, вот в этот момент самый ты, ну, я думаю, что ты, короче, зарядился от него чем-то хорошим, это тебя ещё больше вдохновляет, чтобы творить что-то крутое, вот. Я вот так думаю, поэтому. То есть, когда ты помогаешь людям, ты, короче, кайфуешь? Да, я думаю, что в этом есть, в этом есть свой кайф, и вот, думаю, так. Есть одна из вариаций, что это, сейчас есть одна из вариаций, что, типа, я помогаю на самом деле не им, помогаю себе, но я не верю в это, я живу так, как я чувствую, короче. Если я хочу помочь, я хочу, я по-любому помогу и сделаю так, чтобы человеку было хорошо. Выбираешь людей, которым помогаешь? Нет, я считаю, что, типа, это мне Дудак, когда посылает людей, она сама по себе пользует. А, ну, так. Да, совпало, да, ситуация так совпала, просто чувака где-то встретил, вот он на гитаре играет на улице. Бро, слушай, ты чего? А ты благотворительностью занимаешься? Ну, конечно. Нет, ну, без этого никак просто, это... Нет, это не популизм, ни хрена. Нет, 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 я говорю по факту, по факту, да, по факту, конкретно, благотворительностью я реально занимаюсь. Бро, у меня вот такой вопрос, пацаны, а просто кто, типа, ну, я просто хочу вашу позицию услышать по поводу, афишируйте, афишируйте. У меня нет ни одного пост на этот счет. Типа, ребята, сегодня мы помогли бабушкам. Да, 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 у меня тоже такой тем. Типа, это где-то мое, это мое личное. Просто, раз прямой вопрос поступил, я дал, да, этот ответ. Я не занимаюсь просто благотворительностью. То есть, у меня есть четкая позиция, я сам себе сказал, то есть, чтобы больно не было, да, то есть, чтобы признать, что... Я сейчас пока не буду давать деньги и так далее, то есть, давай я самому себе помогу сначала? Ну, броу, конечно. Дойду до чего-то, когда я могу, не знаю, как-то, может быть, это неправильно, да, и такая... 2,5 процента, 2,5 процента, сороковую часть от дохода. Я думаю, что, типа... Я насчет этой десятого закона не знаю. Тот поймет, тот поймет. Я думаю так, что, типа, у всех свой кайф, ну, типа, если ты так чувствуешь, тогда живи так, ну, типа, я думаю так. Скорее всего, я... Она не обманывает себя, я думаю, самое главное, если ты чувствуешь то, что тебе комфортно, типа, ну, то есть, типа, сначала я, ну, типа, буду сам в золотых трусах ходить, чтобы, ну, типа, помогать. Я, скорее всего, приду к этому через какое-то время, но пока, вот, я себя примерно вот так вот, знаешь, успокаиваю. То есть, типа, вот, в инстаграме листаешь, да, и такой, этот, увидел такой пост, да, который этот, и такой, вот, глаза закрыл немножко. Бро, ну, нельзя же так. Ну, блин, ну, что тенге закинь? Я не хочу лицемерить самому себе просто. Да прикол, ты, знаешь, не лицемерь, братан, ты, как бы, ты закидываешь же, ты, понимаешь, даже, вот, ты дашь, я тебе реально, он говорит, вот, дорога, шоу, нашат, натуре. Это вселенная, она так устроена, это, братан, закон физики, понимаешь, даже, вот, я не знаю, чем больше даешь, тем больше получаешь. Ты, вот, ударишь по столу сильно, братан, тебе боль возвращается, которую ты туда сделал. Полностью согласен. И благотворительность такая же тема. И здесь еще такая тема, я вот так думаю, что, типа, не всегда надо, конечно, помогать. Ну, типа, можно где-то, то есть, просто вдохновить человека или, или помочь деяниям, короче, действиям, подкинуть до человека, короче, такая. Да, да, это тоже другая тема. Главная энергию, короче, отправил туда. Нет, я не этот, не жмот, знаешь, в смысле, типа, плохой человек. Да нет, братан, братан, не было такого, не было такого, просто говорю, что, имеется, это не лицемерие, братан. Да, да, да. Это твоя внутренняя, знаешь, это же по пирамиде масла, как бы, там, вот, одна из сверху, социальная нужда, именно помогать другим, почему люди помогают, почему люди до насто кровь сдают. Да, да. Потому что у них есть нужда чувствовать себя хорошими людьми, братан. То есть, не знаю, это, Бог нас создал такими, из-за этого ты, как бы, мне кажется, это даже не нужно, или это не предполагает, это нужно, это обязан каждый человек делать, мне кажется. Ну, я не собираюсь сдавать кровь, знаешь, почему? Почему? Потому что у меня есть татушка, и говорят, нельзя, да, когда этот… Да, 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 да. И у тебя есть, я знаю, новая татушка. Да, это тоже, да. И вот по поводу крови, да, я, например, тоже не сторонник сдавать кровь, ну, где-то в силу, наверное, каких-то своих личных, субъективных позиций в отношении этого, потому что… Можешь сказать? Я лично верю в это, что мы имеем биологическую память, вот. То есть, есть вещи, которые стресс тело запоминает, поэтому я занимаюсь йогой, потому что она… Ну, типа, когда ты стрессируешь, вот, типа, в крови тоже есть информация, есть вещи, которые… По любой, по любой согласию. Поэтому, да, я вот, типа, поэтому я так к этому отношусь, типа, вот… Только я лучше чем-нибудь другим помогу, но не кровью, короче, я же, ну, типа, такую тему. Я могу собрать ребят, там, типа, кто вот может… У Акжолика есть, у Акжолика здоровья много, он один раз за двоих зашел, говорит, братан, я за тебя зашел, при чем поехал. То есть, в силу того, что мы постоянно заняты, я уверен, что, пацаны, вы меня понимаете. Я вижу, вот здесь седые волосы, здесь тоже волосы. Я вообще за шапку волосы прячу. У нас ужасный режим, где мы отдаем очень много энергии в работу. И наш иммунитет не позволяет, мое мнение же. И уж лучше такие люди, которые занимаются Ахимса, созидательным процессом, я думаю, что лучше мы… Ахимсес? Да, Ахимса. Это что? Я сейчас к ней вернусь, братан. Я просто хотел… Да, Рада, запиши, братан, потом вообще изучи. Что это в наших силах, типа, как-то сгруппировать что-то это. Может быть, где-то там рекламы, я не знаю, у пацанов там выйти, какой-нибудь ролик замутили. Типа такого. Ахимса, помнишь, ты говорил? Ахимса, да. Ахимса – это я очень давно хотел забить эту татуху, у меня две татуировки. А, в смысле, это означает Ахимса? Ну, то есть, у меня здесь Ом. Это было важно для меня, потому что я очень энергичный в жизни пацан. Второй день подряд, кстати, вот вижу Ом. Да? Это какой-то по-любому оттуда. Подожди, Ом типа из физики? Это звук такой, который звук вселенной типа здесь. Ом, да. Ом – это три звука. Это А, У и М. А – это мысль, мысль порождает слово, слово порождает действие. Это первый звук из космоса, который формирует в тебе гармонию через все твои чакры. Это, кстати, у меня в описании в био написано. Мысли равно слова, и это равно действие. То есть, как раз полностью уходишь от лицемерия, когда твои мысли будут равны твоим словам и твоим действиям. То есть, если тебе пришла гениальная идея, если ты сказал эту гениальную идею, ты по-любому должен сделать. Если тебе, как бы, ну, если что-то плохое, ты должен просто на месте мысли это и оставить, короче. То есть, такая формула по жизни. Сейчас я пытаюсь придерживаться ее. Блин, это круто. Я вообще был, знаешь, охрененно прям. То есть, эффект от этого подкаста, да, то есть, мы его назвали типа трата времени, знаешь. Ну, реально, это трата времени, да. Не только скриптонит, да. В смысле, человек сидит, да, смотрит, и он тратит время, да. Но в конце, если он что-то поймет для себя, да. Это не будет трата, это будет инвестиция, да. Если он еще сделает, то есть, очень много тем застывает на этапе просто, типа, thinking, да. То есть, ну, игров мало, да, кто делает реально. Я знаю, с другой стороны, наверное, такую грань, наверное, для себя, которую я тоже недавно открыл. Это по поводу дизайна человека. Есть понимание, то есть, когда ты… Human design. Да, когда ты именно комбинируешь с кем-то. То есть, если ты прожектор или генератор, если, то есть, ну, ты говоришь, вот, чувак, в смысле, залипает, вату катает, базару нет. Ну, типа, а вдруг, если бы, вот, недавно тоже был один крутой концерт у чуваков, они связаны с компьютерными играми. Я охренел, короче, от пацанов, которые ничего не делают, понимаешь? Они просто катали в доту, я вспоминаю пацанов, которые чипсы в доту, короче, они толстеют, катают в доту. Сейчас, по-моему, я не рублю в этом, но примерно я понял, о чем речь. Да, да, да. Они комментируют эти игры и, то есть, им, конечно, просто падает, короче. Я, то есть, я охреневаю, то есть, пацан ни хрена не делал, сидел, катал доту и по-прежнему это делает, ему падает кэш и он так же сидит. Я к чему говорю об этом? Потому что, то есть, вот, вот это и татухи, вот это все, типа, не врать, короче, себе. Если он хочет это реально делать, то пускай он это делает, это к чему-то его по-любому приведет. Заниматься любимым делом. Да. А если это даже его не приведет к чему-то, значит, он поймет это, что это, блядь, было не его. О, и надо заниматься чем-то таким, чтобы не врать себе. Но учиться говорить, нет, пробовать развиваться. Открыто самому себе сказать. Да, пробовать стараться, стараться, стараться пробовать, на месте стоять. Движ порождает движ, это мои слова, я старался всегда это пропагандировать движку. Просто начни двигаться, что-то по-любому получится. Не братцы создавать, да? По-любому, да, попробуй себя, заведи энергию, она по-любому попробует. Блин, где-то было. Поэтому, Ахимса, давай вернемся, а тут их здесь, тире, тире поставь вот так. Ахимса. Деяний, направленных на созидательный процесс. Сав? Здесь такой доставочек. Да, да, все понял. Вот, идея здесь какая, что просто благодаря, наверное, этому пониманию, Махапагандзе принес независимость. Это вообще понимание никакого разрушения. Энергия направлена напрямую на борьбу со злом. Не над людьми, которые совершают зло, а которые напрямую со злом. Поэтому никакой темной вибрации, никакого разрушения. Только созидание. Путь джедая, короче. Только помогать, короче, да. Поэтому хочется вот, наверное, в своей жизни я старался сделать так, чтобы это приносило какую-то пользу. Потому что, наверное, это связано с моими предками. У меня дедушка, например, он был историком. Бабушка у меня, она в период, когда в Казахстане послевоенно, она была учительницей, понимаешь? Тогда в Казахстане очень тяжелое время. И вот тогда мужчины, которые с войны пришли, они приходили, не было ни тетрадок, ничего. И бабушка объясняла, понимаешь? Бабушка семиклассовым образованием учила мужчин, которые не умели писать. Поэтому в этом есть, типа, какая-то моя, может быть, не то чтобы миссия. Я просто хотел бы вот, наверное, что-то сделать хорошее, чтобы знали, что вот мы, типа, мы немножко в лучшем времени живем. А нынешнее поколение, вот тот, который у вас сидит, комплекс развивает 2000-го года. Ну, типа, даже такого, у них еще лучшее время, и у них нет оправдания. У них нет оправдания. Они должны быть лучше нас, должны быть лучше. Ну, то есть, в этом будет процесс. Это вот, кстати, American Dream, главная вещь, чтобы следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. А, это одна из... У American Dream, типа, фундаментально, что идет, то есть, каждый американец знает. Это клево, согласитесь, пацаны, у меня души греет. Я когда вижу пацанов молодых, которые могут выйти на районы без страха достать айфон и посмотреть, куда дальше ехать? Я помню это время, вот я когда в школу шел, у меня была мысль, как пойти в школу так, чтобы не были так, чтобы тебя не гопнули. Вот реально, я помню такое время. 2008-2009 год, это? Нет, это 2005-й год, да. Да согласитесь, пацаны, сейчас я уже в Кателе учился. Я вот, типа, с этой стороны вижу, с этой стороны смотрю на это. Типа, да, я знаю, в этом есть, да, минусы, типа, когда молодые там не могут поздоровываться, правильно, да? Ну, типа, такого, салам алейкум, да, типа, у них нету таких понятий. Ну, с другой стороны, ну, они, короче, счастливее. Здрасте. Да, да, они немножко счастливее, и я так думаю, ну, типа, есть и плохая сторона в том времени, сколько ребят, у которых жизнь не сложилась. Я очень хорошо помню с района пацанов, у которых много чего не сложилось в жизни, только там силу характера, чтобы там кому-то рожу поломать или еще что-то. У всех свой мир, короче, пацаны захотели там оставаться. Поэтому я думаю, что вот этих ребят, которые вот на спанчбобе выросли, это кайфово, короче, это кайфово, что наша молодежь, она может теперь, короче, мутить. Короче, они должны быть стильными, они должны быть крутыми, они должны быть вот это соцсейс, вот это все качать нам. Не знаешь, что, самый прикол, вот наше поколение, это то поколение, которое и то время, как бы, хапнуло, короче, и вот это современное, и мы таким мостик между ними. Да, 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 согласен. Некий мост, потому что, как бы, это мы, кстати, вот со своими друзьями, с Айзой тоже обсуждали и так далее. Такой момент, то, что, смотри, вот есть поколение, да, как бы, вот, которое у нас decision maker, да, которое решение принимает в этой стране, да. Есть два-три поколения, которые, вот, я не знаю, да, они как бы есть, и вот наше поколение. И мне кажется, да, Казахстан, вот такие экономические скачки будут, да, вообще в социальном плане везде, когда вот наше поколение дойдет до того момента, когда наши ровесники будут принимать решения в этой стране конкретно. Да, да, да. Пацаны, вы прям врубаете, что это, ну, типа, на наше веку, короче, будет, типа, это золотое поколение. Сейчас, да, вот это, по идее, я чувствую это то, что вот сейчас мы еще в городе Астана, вот мы у истоков видим, что к чему-то, этот, идет, это вообще охрененно. И насчет вот этого, то, что, типа, молодое поколение и так далее, сейчас как раз я, как гениальный ведущий, этот, у меня есть пост, с которым я хотел связать вот это. Я не знал, как можно пихнуть это. Вот, бро, подвел тебе. Да, но вот, я потихоньку учусь, конечно. Кайфово, пацаны, клево. Знаешь, Айсану Ашим, это? Да, конечно, пиарщик би-группа. Нет, нет, это Айну Ашим, Айсана, это сестра. А, это ее сестренка, все, я их всегда путаю. Да, сестренка, да. Короче, она написала у себя офигенный пост. Давилась, да? Аполитичность, вот, она про это написала. И почему вообще эта тема меня заинтересовала, потому что, когда я читал, мне реально стало стыдно. Потому что, давайте я прочту, да? Какой твой вклад в демократию? В Вашингтоне разговорились с менеджером нашей программы. Он сказал, заметил, что в Казахстане люди совершенно аполитичные. Нигде таких не встречал. Зато у Вас цветет бизнес. Президент развивает это. Про бизнес разговор отдельный. А про аполитичность? Ведь так и есть. Большинство молодых людей, с которыми я разговаривал, не знают элементарных вещей вроде этих. Чем отличается парламентская республика от президентской? Каковы три ветви власти? Кто и как принимает законы? Кого избирают, а кого назначают? Я не говорю о каких-то более продвинутых понятиях или о настоящем положении дел, а просто об устройстве, базе. Почти все мои знакомые и друзья избегают разговоров о политике. Она у них вызывает отвращение. Все чаще слышу фразу «я не читаю новости». Ее произносят даже с гордостью и легкой горечью. Что делают люди? Смотрят Вайны. Ретвитят шутки про Трампа. И бесконечно критикуют властей, не понимая сути вещей. Система прогнила. Ответ на все вопросы. И не подумайте. Я не против Вайнов. Юмор порой спасения. Очень удачно с этим справляется Шапалах. Но если Вайны единственное, что смотрят, читает ваш ребенок или даже вы, это трагедия. Ни в одной стране мира я не видела такой бешеной популярности Инстаграма. Казахстанцам даже не нужно промывать мозги. Они сами себе их промыли тачками, фейками и фильтрами. В Штатах меня спросили «Who is your Kylie Jenner?» Я ответила «Оу, we have ton of them». И это дерьмово. В мире сейчас все говорят не о море, а о fake news. Во многом благодаря им Трамп пришел к власти. А Россия и Китай так промывают мозги в Украине, Грузии или на Тайване. Вы только задумайтесь. Мы ведь даже не готовы к тому, что на нас с двух или более сторон обрушится эта гигантская пропагандистская машина. За 27 лет над этим хорошо поработали. Это я еще молчу об исламистах. Если в комнате слон, то сделав вид, что его нет, он не испарится. Политика касается всех сфер жизни. Социальной, экономической, культурной. Когда умер Денис Стэн, тысячи людей писали комментарии. Тысячи людей плакали и страдали. И это горе было искренним. Но какой процент этих людей не забыл? Какой процент этих людей, к примеру, пошел и разобрался в структуре МВД? Или за эти три месяца не купил зеркала на черном рынке? Более пассионарное население в Кыргызстане, Украине, Грузии прямо сейчас формируют более развитые институты. У меня вопрос. А вы готовы? Готовы к тому, чтобы что-то менялось? Тогда давайте изучать. А иначе, как наступит демократия? Как наступит свобода слова, если мы ни черта не знаем, что это? Я не призываю к революции. Давайте начнем с себя. И вместо того, чтобы попусту жаловаться, давайте вооружимся знанием и будем развивать критическое мышление. И если это будет революция, то только революция сознания. Такое возможно? Я читал этот пост. Я давно знаком, на самом деле. Очень давно читал этот пост. Поставил лайк на него даже. Репост, к сожалению, не сделал. Тебе понравился пост? Нет, пост понравился. Действительно, он отображает. Наверное, любой человек, который достигает какого-то уровня развития в этой стране, он задается точно такими же вопросами. Один в один. Мы даже как сами вайнеры задавались, какую ценность мы обществе нанесем и так далее. И то это недавно только, согласись, наверное. Ну, потому что нам 19-18 лет было. Сейчас только 20 лет. Нет, 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 я опять же 27. Я только год-полтора тому назад, я себе говорил, типа, опять же, типа, ой, я творческий человек, зачем политика, это дело грязное, я не хочу, короче. Прошло год, полтора года, и сейчас я понимаю, что оказывается это важно. Оказывается, политика влияет на моё дело, да, экономика влияет на моё дело и так далее. Можно такой вопрос? Ну, в смысле, если там про знания, говорится, вы знаете, сколько министерств у нас в Казахстане? Сколько министерств? Количество? Не знаю, но я помню. Ну, типа, точно 14-15 подъездов есть в доме министерства, вот это я помню. Ну, типа, я просто помню одно время, ну, учитывая, допустим, мою сферу деятельности, мы часто выступаем на подобных мероприятиях, где присутствуют практические представители, и нам очень катастрофически важно знать людей этих по именам, не так, типа, ага, Келлинс, знаешь, типа, без такого, короче, чтобы это было правильно, обращаться по именам. У меня москар был ваш, прошу тебя пригласить, кстати, эрудированность, подкованность, потому что было бы здорово, если бы это как-то на простом языке, на самом деле, объясняли. Вот, типа, я бы, я призываю, наверное, ребят, которые, может быть, захотят это делать, было бы здорово, чтобы на простом языке объясняли. Прополит. Да, вообще, да, объяснять, просто, типа, например, каналы на ютюбе, бро, на самом деле. Я вот тут сказал, парламентская республика и так далее, да, мысли моего учителя, да, так же, он говорит, да, то, что, ну, невозможно, да, конечно, так, 70 лет быть коммунистом, да, быть коммунистом даже в социальном строю, да, и проснуться в 1991 году, 16 декабря, сразу в капиталистическом режиме стать демократом. Прошло 20 с чем-то лет. Смена поколений 100% сразу решает этот вопрос. Просто 100%. Я вот недавно, например, разговаривал с ребятами с Акимат Алматы, там проблема кокжа-ляу, да, сейчас очень такой в соцсетях обозначенный вопрос. Ко мне приходит, короче, вот сам представитель, ну, реально молодой чувак, ему в 1991 году, наверное, и говорит, он мне так и говорит прям простым языком, ну, прям в костюме такой акиматский, прям, кормит-тур, да, Акимат. Особой кому-то, да, кормит-тур, но все равно свой чувак, короче. В Юфреймбургер, кстати, сидели, да. Хахаха. 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 Ладно. Накиралась. Вот. И мы сидели, короче, с ним опудаем, да. И он говорит, Расул, смотри, говорит, вот на нас накинулись жестко, типа мы капец хотим там природу уничтожить и так далее, и так далее. И все общество стало против того, чтобы идти, короче, вот, мы, короче, против того, чтобы там вот устраивать этот горнолыжный курорт и так далее, потому что это деньги, природу уничтожить, животные умрут, это растения. Он мне достал документы, бумаги, все достал, говорит, смотри, вот тут никто ничего не ворует, вот проекты, вот выделяться будет, тут такого не будет, говорит, смотри, сейчас в Бишкеке развитие идет горнолыжного туризма. Все говорят, хотим развивать туризм, вот есть решение, мы его хотим сделать, но никто не принимает. То есть уже, а он молодой, да, и он ко мне подход, говорит, Расул, почему мы делаем не так, что можно нам сделать? Я говорю, давайте, проблема возникла не из-за того, что вы хотите там возникнуть, а из-за того, что, когда молодежь сказала, почему вы хотите там построить, которые вот эти ребята такие ярые, да, которые ночуют на кок-жаля в горы, да, у нас в Алмате есть там целая тусовка такая, кто по горам шастает. И вы, короче, им устраиваете, говорит, нет, мы просто так сделаем и все, просто живите с этим, смиритесь с этим. А если была бы дискуссионная площадка, устроили бы дебаты, назвали главного, объясняли бы, дали бы пресс-релиз, поставили новостей, блогерам бы пригласили туда, показали, бизнес-план, как это будет, объяснили, что Грузия сейчас развивается в горнолыжном теме, Ташкент сейчас, Узбекистан бешеное развитие взял, что конкретно столько-то поездок сейчас, новый аэропорт строится, для этого целую экосистему внутри Алматы хотите сделать, что Шимбулак появится, конкуренция, и Шимбулак не будет монополистом на рынке Алматы, да. Чтобы вот эти все вещи, если бы объяснили, тогда общество вот так радикально бы не смотрело, просто как бы у нас молодежь вся, да, и вообще все, что государство говоришь, это сразу что-то ужасное, что-то беспонтовое, что-то очень много денег, и все эти деньги воруются. Просто не было, а сейчас вот молодые ребята приходят, и они уже знают, в чем проблема, и они хотят вот сказать, вот, ребята, потому что именно мы те ребята, которые родились в демократии, в независимом Казахстане, именно мы родились, когда тебе, наши родители, когда им 18 лет было, они кем хотели стать? Они хотели в партию пойти, этим комсомолами стать. Когда мне 18 лет было, я не знаю, да, я конкретно думал, как замутить бабки, да, и опять вот этот принцип поднять, потратить, да. Вот я думаю, в чем разница. Бро, если вы вспомните пацаны сейчас, брат, из него по поводу, крутой чувак, я его всегда респектую, я уверен, что многие его поддерживают тоже. Аким, хайповый Аким, да, как говорят. Акентов? Да, то есть, Кабидулла в свое время очень крутую вещь сделал. Когда, помните, была перепись населения, и помните, давление там, типа, в цонах замесы, там, типа, очереди нереальные. Ну, и вот эта фраза, помнишь, что там, он, типа, он просто мой друг сказал, типа, вы понимаете, типа, нам надо же знать, типа, сколько в больнице, типа, места давать, сколько автобусов дать еще, типа, и народ сразу, типа, базару нет, ну, типа, вот это ход мыслей. Типа, объяснил, типа, вы… Вот так вот надо объяснять. Да, это было просто и прямо вот в точку. Поэтому респект ему. Это было очень круто. Он красавчик, реально красавчик. Я ему респектую. Скажи раз, кто это? Габидулла. Но стоит подчеркнуть по-любой, не то что его даже, а его пиар-службу. По-любому команду. По-любому команду. Я хочу познакомиться с этим чуваком, либо чувихой, который все там решает. Да, который все там решает. Ну, он и сам, как бы, такой открытый чел. Ты знаком? Да, с творческой, наверное, стороны, потому что, ну, то есть, это не такой чел, знаешь, который там, типа, серьезный такой там не будет, а он такой, к нему артисты многие приходят, он всегда пофотографируется, где-то пошутит, то есть, юмор поддерживает. Поэтому вот, я думаю, что даже в целом, вот мы говорили про новое поколение, мне кажется, даже и там тоже вот это свежие, короче, люди, которые вот тоже могут где-то пошутить, знаешь, типа, ему да я вот Байбека тоже респектую. Ну, да, то есть, мне кажется, что даже там тоже, короче, плавно, плавно, да, плавно. Так много, пацаны, я думаю, что их много, и это круто, короче, то, что вот такое, появляется вот такой левел. Я верю, что когда-нибудь, как и в Америке, будет что-то прикольное, знаешь, когда или зачитают, или станцуют, ну, типа, это не будет казаться, я верю, что когда-нибудь это будет круто восприниматься, типа, вот это стиляжи. Поэтому, наверное... Не, недавно даже вот Миру Скурмашев пришел с президентом, там, президент реально вот этот кинул жест, ну, давайте как программисты сфоткаемся, типа, скобка закрываешься. Это же реально круто, что, ну, по идее, да, у нас говорят, что там, не знаю, какие-то западные СМИ любят позиционировать, там, что у нас Казахстан, ярая диктатура, вот эта всякая дичь, короче. Ну, такие вещи, мне кажется, они опровергают эти вещи. Вот насчет Даврина Абаева и остальных министров, вот такой момент вспомнил. Посты, помните, пошли? Типа, сколько они зарабатывают? Да, да, да. Что насчет этого думаете? Там, типа, девятьсот с чем-то тысяч, да? Типа, девятьсот семьдесят тысяч, девятьсот восемьдесят тысяч тенге. Когда я увидел вот этот пост, то есть, я думал, сейчас в комментариях будет, типа, то, что я думаю, короче. А там было, типа, зачем столько много денег даются им и так далее министрам. Блин, мне кажется, столько проблем, вот, знаешь, за девятьсот восемьдесят тысяч тенге, вот я бы реально не пошел бы министр, мне кажется. Да, да. Столько жопы, блин, столько слов. Свобода вот так вот ограничивается, да? И еще народ с тобой постоянно недовольный. Вот я сто процентов уверен, что за счет менталитета мы постоянно будем недовольны, да? И за эту сумму так напрягаться, реально, не знаю, я бы не пошел бы на эту сумму работать. Вот мне просто интересно, вы читали? Ну, видишь, да, вот смотри просто, казахстанские комментаторы, да? Вот кто-нибудь из вас вообще комментарии где-нибудь оставляет, вы мне скажите? Иногда, вот когда я вижу, что человек постарался, я про это и говорю, братан, вот комментаторы, это вот, честно, максимально всегда сто процентов в общей массе, максимально субъективные, да? Я не знаю, они обычно где-то живут, но всем чем-то недовольны. У меня, честно, нет времени на эти комментарии. Я максимум, там, фотку оставлю, о-о-о, тигр, братан, там, тигрула, поугараю, там, и все, да? Максимум. Или тенгри-ньюсы, вот почитайте новости, нурки-зет, какие-то там комментарии, ты вот понимаешь, оказывается, с этими людьми я живу в одной стране. Понимаешь, они просто, ну, их тоже можно понять. Просто их много, почему так много? Прикинь, сколько они денег получают, прикинь, они получают, например, 100 тысяч тенге, а еще 70% населения от страны закредитовано, то есть у него там свободных денег, 10-20 тысяч тенге в месяц остается, свободных денег, да? И типа для него 900 тысяч – это мега крутая сумма, это в рамках его вот этого маленького кругозора, это очень много считается. И тем более он считает, что виноват не он сам, а виновата правительство. Паста… У нас же все стрелочники. Мне нравится, кстати, еще даже наши чиновники, мне нравится наших чиновников стебать чиновников. Почему? Ты, короче, говоришь, типа вот так, 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 они все такие, да, да, это так. И никто не думает, да, я такой, да, это он такой, он такой. Все такие ярые стрелочники, из этого их можно стебать, и тебе ничего не будет. Ну, вы согласны с тем, что это, короче, маленькая Бро, это очень маленькая сумма в любом случае. У Трампа сколько, кстати, доллар зарплаты? А, да, я слышал, ну это типа трушная? Да, это трушная, ну он же этот, он хайпует просто, он миллиардер долларовый. Я, блин, если честно, вот на счет внешней политики вообще не шарю оказывается, знаешь, что там Трамп делает, что Путин и так далее там. То есть сейчас я потихонечку чуть-чуть начал вот вникать и так далее, понимать. Ну, у нас, братан, у нас есть крутые как YouTube-каналы, кстати. Вот у нас говорят аполитичные и так далее. Мне кажется, это не так. Сейчас вот появляются вот эти как вот паблики, YouTube-каналы различные, там уже по 100 тысяч подписчиков. За нами уже выехали, за нами уже выехали, очень качественный, объективный контент делают ребята, реально. Ну а, пацаны, вот тогда такой вопрос, я знаю, вот если бы была возможность, типа, задать тогда вопрос какой-нибудь министру образования, я вот такой тогда вам задам вопрос, типа доход мысли. Какой бы вы вопрос задали? Министру образования? Да. Я бы задал, знаешь, что, готовы были конкретно к радикальным реформам в образовании, типа, сделать, как обычно, да, это вот, я просто изучал всякие, ну, книжки читаешь, там, Why Nations Fail, почему, ну, Why Nations Fail, крутая книга есть, фундаментальная, или там, Лик Уан Лю, да, как мы построили Сингапур, да, такие вещи. Какие они реформы сделали, ребят, просто такие, взяли и сразу поменяли что-то. Вот, типа, взять какую-то школу, например, ниш, просто вот так. Да, взять ниш, например, да, они сделали ниш, и они просто по системе все пускают. Вот, например, Назарбаев университет, по идее это хороший кейс, взяли и дали стопроцентную автономию, вот что хотите, то и делаете, вы не подвластны министерству образования. Вы знаете, да, что они не подвластны министерству образования? Нет, не знаю. Но при этом Назарбаев университет, там, вроде, 60% бюджетом министерства образования берут, кстати. Да, такие вещи, короче, вот почему нельзя взять такие мини-автономии, вот, взять Алма-Ате, например, автономию, или взять какой-то город маленький, сделать там автономию, в плане чуть-чуть учителям зарплаты повысить, сдать туда бизнес, именно бизнес пустить в образовательный сектор. вы готовы к таким вещам то есть это министра образования у нас не думаю что радикальные меры приму да все резко поменяется и интересно забрать инверсит упадет да нет еще разрубай в университет бро мне кажется ты чё на завести по чтобы конкуренции не было нет такого просто не я запрос колу с первоначал а если да ну например да кстати на вот у нас реформы большие проходят например то что сделали ребрендинг час раньше был политехно сейчас делал сад пайф университета стал этот университет педагогики стал оба университет да то есть видишь что-то у нас происходит на баллонскую систему все переходит вот эту потихоньку именно вот так есть но видишь они идут плавно медленно идет но мне кажется они могли бы быстрее потому что вопрос такой почему мне кажется надо бизнес взять и бизнес приводнаешь у нас все приватизировать потому что вот проблема то что государство пытается все вот так контролировать и держать как огромный осьминог вот например этот министерство образования дома обсуждали и движухи мутить каждый чек будет свой интерес делать еще и пока не не дойду до нас то короче только вчера мы этот со своим одним сотрудником этот обсуждали в дунырке очень глубокая философия так как всегда будет какой-то нет вот насчет обучения формата то есть вот это вот почему почему реформа и так далее типа тянется или медленно идет и раньше то есть мне кажется во время советского союза да не было понятия типа от отходить исходить то есть от боли твоей аудитории так мне это не от просто опроса приду за той просто придумали на хапать его и типа вот пользуйтесь да но а сейчас то вот попрет или на если отходить от боли там вот этих вот ребята которые хотят геймификацию какую-то да там интересная подача была вот даже если у меня такой сотрудник да скажем который бросил университет потому что он мне не нравится как обучают я я я реально ему советую ну типа останься побудь в этом социуме посмотри что происходит типа да ну чтобы если ты хочешь быть крутым режиссером типа жизненный бэкграунд как что-то тебе нужно но он говорит мне не нравится как меня обучают я это все могу там в татуировался в интернете узнать то есть он реально говорит что проблема есть да есть боли и так далее почему но есть вот я бы задал такой вопрос почему есть боль почему не сделайте приятнее и на этом вы может мне кажется больше зарабатываю на начнут больше заработать так что бизнес делается по идее правильно решая сборку лента и я наверно так вот брод за финалю просто когда там находишься вот в той атмосфере я видел людей которые действительно переживают чтобы вот типа какой я могу в политике даже вот типа говоря типа есть люди которые в натуре которые переживают которые хотят что получилось сколько им лет они наверное даже делают даже взрослые моды поэтому я хочу типа вот как как сказать я вот типа верю все равно то что вы по-любому были в америке вы помните да когда ты встречаешь человеков который к примеру ну типа и я почему-то у меня типа душа лежит по поводу советской системы образования и моду что в один спас мы все равно чуть-чуть образований в смысле я имею ввиду что школьная система она гораздо круче в том плане советская система что ты не замечал когда с инострами общаешься не в курсе знаешь типа знание географии ну типа простая мелочь типа на позиции вот типа маленького знаешь типа он и то есть но не там образом узкопрофильный но они конкретно да там профи модно вот это какая-то вот эта школьная наверное это мне кажется это круто то что в среде мы примерно хотя бы хоть на 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 поверхностном уровне типа все равно это и то есть и я просто не знаю вот эти эксперименты по моему проводятся сейчас вот как ты закидывал или ты уже говорил ну что типа облегчить эту систему по моему про про я был в шоке клюнуть на завод университ ты меня удивил отвечают то что ну типа они не относятся к министерству то есть они делом и типа мне мне респект я был я просто вон никогда даже находился какое-то время как там уроки или пара проходит и я был удивлен в универе в назрабаеве когда я зашел и там вот эта атмосфера ощущается такая знаешь другая короче типа free они такие даже по-другому двигаться типа на улице марта гига клуб есть даже братан себе где назрабаев университи есть брат ангейское движение конкретно лгбт прикинь салам алейкум да это грустно нет это вы можете в нарезку добавить короче давай чтобы этот если что не засудили я так задам вопрос его этот там говорят есть гейские клубы это правда бро это правда нет ты скажи это правда и просто все то есть оказывается чтобы не засудили и так далее не взяли контекст да там возможно давай как вопрос задавать а да да типа прикинь я не знал я припадать ты чё так решил типа на месте добавить какие-то там важные него неважные темы на что-то такое интересное о котором нельзя говорить но последовательность то вещь который мне тяжело короче воспринималась и мне кажется что многим вообще кто с нашего менталитета с нашего окружения и вот типа с нашим пониманием мужской дружбы и или там любви между мужчиной и женщиной мне было сложно смысле ванкувере принимать это видеть здоровых мужиков которые конкретно знаешь выглядят слышали и я вижу этих чуваков которые выясняют отношения ладно я зря этого дать дай мне свой телефон знаешь типа это это было типа ну я поддерживаю эту тему она она очень да да здесь давайте оставим и типа я помню был какой-то клуб у нас даже по моему они существуют ему да я почему я была вернусь да я сейчас и закольцую пацаны это все с политикой у работа типа да они типа они как-то их этот типа объединили их вдали им защиту короче поэтому я я не я никогда не в одном интервью не говорил я за или против не говорил я против наркоманов или за наркоманов я считаю что у всех свой кайф и я жива я живу я живу так что типа у всех свой кайф и каждый может сам выбирать чем его жить бывает он больно можно со стороны духовности объяснить какой-то момент я не знаю но они тоже они есть не существует и надо принимать природе не бывает хорошего или плохого природе все естественно снег не бывает плохим все относительно приходит и приходит эта программа которая работает как каждую смысл жизнь это иллюзия да типа она существует и мы кажется это вот программа которая ну где-то может быть сбой далее не знаю может быть должны быть такие люди а я не знаю но когда-нибудь наверно в силу своего духовного развития мы придем к этому и будем к этому адекватно относиться и принимать это как есть часть жизни это сфера и так далее медленно короче реформируется но что-то потихоньку наверное идет да но самое лучшее что происходило это брак и тыл и я его ставить долг я здесь нет я это реально я заметил такую закономерность не то чтобы это был гигборд нет я просто к тому что типа я же смотрю кто моим в окружении до кого я знаю то на какой волне и так далее и оказывается вот этот скателло оказывается вот этот скателло вот этот скателло прикинь то есть не знаю почему-то очень много крутых чуваков скателло то есть реально я заметил такую закономерность не то чтобы это другие гимназии лекция плохие я сам когда-то в шестом классе пытался попасть меня не приняли я не помню почему вот весь бро ты поступал даже как меня да да мне хвалили я не знаю какая внутри какая там вижу х но типа со стороны как я не дружный пацаны ну смысле мне кажется я не знаю что там ну да далее но я всегда вижу по сути покателло главная сила просто лишь котел это комьюнити это сообщество почему например гарвард хотят поступить потому что поступив гарвард ты учишься альфа ты учишься с гарвардскими дает тебя на работу будут брать гарвардске а гарвардске дофига чё в сша решают и по миру в принципе и в котеле такая же тема что сейчас уже я был такой момент что я проходил несколько собеседований прохожу прохожу мне говорит ты чё с котелло что ли я говорю да ты чё сразу не сказал типа все прилетай говорит все ты взял взял мы тебя берем на работу вот и кстати алишер был а вот кстати вот у него получилось после 6 класса алишер это мой одноклассник у которого получилось это мой шеф один из шефа был кто меня вас ну позвал и такой прикол смотри да в плане и наличьера точно я позвал смотрите да в чем прикол котел да это вот первый момент второй понимаешь туда как бы ты сдаешь и туда уже принципе да там две тысячи человек обычно поступать из них берут 70 человек и ты прикинь вот с этими 70 человек с пацанами вдали от девушек у тебя ты ты сфокусирован либо на спорте либо на учебе короче у тебя два варианта ты либо поэтому ли ну кто-то на две вещи идет из-за этого кстати вы либо вот либо ты вот две вещи ну спорт и образование короче чисто и ты автоматом по любой ты будешь английский язык учить потому что у тебя понимаешь ты поступаешь седьмой класс у тебя в день в неделю брата каждый день по четыре часа английского идет до протяжении года понимаешь и тебе всю эту базу закладывает братство 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 вы должны помогать друг другу меня такое воспитание там было ты короче как птица на одном крыле у тебя твое воспитание на другом кроле с Chili!」 профессионализм если ты должен быть профессионализм ты должен быть лучшими своей сфере вы должны быть лучше своей сфере короче типа птицу только тогда может нормально на эту лети короче все кстати еще это происходит в аскетизме стоит признать и вот эта тема аскетизм аскетизм есть гидонизм если скипь ism гидонизма типо ц 9 жизненные цели получения максимального удовольствия аскетизм типа наоборот а от всего мирского отдаляться типа и вот как раз задавать вопросы себе типа тебе достаточно только вода такой вопрос для многих вот когда я даже кому-то кому-то объясняю да про тебя кто-то мне рассказывает или объяснять про тебя все говорят это чувак который вот энергии вот так вот заходит комната и заряжать типа знаешь да хрена энергетичный вот ты короче типа наркотой боишься или что или это самый популярный вопрос да вот вот в каждом из ревью вообще везде думают что я чем-то употребляю короче это все неправда я поэтому короче я просто видел людей которые вот знаешь вот типа вот давай что-то потянут то есть давай давай я не могу в одном помещении долго сидеть если честно я стараюсь любой движ и мы уже три раза пытались снимать офис и три раза у нас не получается это делать потому что потому что за офисом потому что все двигаются потому что я не могу находить меня не придумывается в одной локации надо выйти лучше пройти смысл и то есть вот я могу лучше пройтись и что-то придумать хорошо откуда ты вот это вот энергия космоса это твой хэштег самый хэштег да какой отсюда мой посыл этот что это для меня это бог потому что какой именно потому что я думаю что кто-то называет кто-то называют его по-разному мусульмане христиане у нас очень много направлений но для меня это энергия это высшая энергия энергия космоса это бог который через какой-то канал передал мне энергию и когда я был в индии я в свой адресу слышал одно потрясное вооружение что раз уж эта энергия идет я буду стараться эту энергию направлять на созидательный процесс это подобно реке с горы который течет короче если я не остановлю она превратится в сель короче она может уничтожить а он я не с ее горит правильно горит нам направлять будут сады расти будут люди воду пить это надо помогать я очень знаю что мне нельзя внутри держать что-то поэтому я я типа я такой короче если мы веселимся то надо от души поделать если плачь тогда поплачем таки нет бро если в это закончу брат мысли я к чему говорил все что я просто доверяю короче в моем понимании что мысля или сила в намерение короче вот бывает намерение когда хотел что-то сделать ну смысле то есть если то есть с добрым намерением пришел смысле что ты вот действительно с хорошим выжить типа типа попал ситуацию вот не за херрешно типа какой-то рамс там или какой-то кипич неважно ну типа не хотел этого но типа какой-то где-то вот поэтому мне кажется что важно намерение бывает я типа стремлюсь такому чтобы вот в отношении в целом к социуму мое намерение было светлым короче я верю что мы это наверно после гавайев изменилось мое сознание потому что типа там люди другим вайбом живут и еврефин окей кирпинг из губы индии давай да не бывает плохого да и плюс да кстати это обязательно надо на что вы это ставили пацаны я был очень много раз на в индии но я ни разу не был на гуа вот такой момент потому что все думаешь типа это все не так но я была во многих разных местах и находился смысле с монахами в храмах и долго время сила весила вибрация короче вот я наверное расскажу маленькую историю по поводу от самолета смысле там когда вы видели эти неприятные видео в соцсетях где изнутри самолета который падающих знаешь когда я однажды стал самолете и это была зона турбулентность и число ну типа я не буду это все долго рассказывать и только что в этот момент я чувствовал что мы молились про смысле ты падал да не прям падал на смысл зону турбулентность очень тяжело да и к чему в этот момент я чувствовал то что то что все мы молимся короче и ты типа молишься я человек короче понимаешь я человек я я молюсь но она 3 тряханул и я говорю маты понимаешь в проброс я человек это нормально и в этот момент короче я просто понял что мы в этот момент нету разницы короче какого цвета кожи какой или на каком языке я молюсь короче какая сила вот она вибрация в честности молились все честно в этот момент все искренне это делали я это чувствовал и к тому что он я не пропагандирую никогда не одну из религий я всегда считаю что типа каждая религия по-своему по-своему хороша но может быть где-то в силу контроля я не хочу в это лезть но я я призываю людей к к тому чтобы это не было в ограниченном сознании знаешь как это неправильно вот типа вот это я типа против такого я считаю что типа это люди ограниченного сознания ограниченного сознания я принимаю как и буду и буддистов я могу могу зайти в церковь смысл я как абсолютно открыт к этому и я во всех интервью всегда об этом говорю что я типа принимаю всех они такие я иду в эти места потому что там потрясная вибрация ты бывает пришел в какое-то помещение там люди о хорошем говорят тебе в натуре хорошо ты выходишь а что тебе прям хорошо все просто не находись там где тебе не хорошо короче не занимайся им что делает тебя не счастливым меньше я сваливаю короче оттуда я сваливаю оттуда где мне неприятно я не люблю общаться с людьми где мне не хорошо я просто блочу это не смысл я убегаю как трус или что-то я просто себя изолирует этого я даже не обращаю не трачу на эту энергию не лучше тратить ее на что-то хорошее типа слухи поболтать кто как плохо что сделал или я типа я типа сорян я не читал эту потрясную даму которая написала шедевральный пост клянусь я этого не делал я не могу следить за типа за ребятами я стараюсь быть в курсе событий наверно то у меня есть в команде акжо который человек который был с радостью поддержал бы вот эту беседу ночь подкован на этот счет в плане политики поэтому мы с ним разные понимаешь он за цифры завод конкретные знания я вот больше за то что за харизму короче знаешь типа я некрасивый но харизматичный я вот верю вот эти вещи что типа и вот мои друзья очень близкие то шоу балет аризона прорекламировал я не могу на этих шоу балетом это аризона это набуан это крутые и и вот недавно я сидел в жюри на одном танцевальном конкурсе я понимаю что без образования сижу только я и руководители аризоны понимаешь а все остальные как бы базар нет я не критикую их но у них свой мир но они такие к танцам подошли типа вот здесь академа было вот достаточно знаешь вот на пятом акте такие а у нас типа они начали качать я давай и к чему груб потому что я почувствовал от ребят энергию и на многих конкурсов таланта журнала сендер когда приглашает это здесь и я всегда отвечаю за харизму ты за харизму так ты за танцы ты за там вокальные или эстрадное пение я типа и выходит короче девчонки типа эту песню я я короче написала своей подруге когда я кинул парень короче она такая честная понимаешь и она такая стелек такая я говорю и я ей голос отдаю и все минусы это ей голос отдаю мне говорят типа что такое игру ну типа сорян я ей верю потому что она вот такая короче она вышла я на виду что она кайфует короче она вышла типа я это сделал мне неважно кто выиграет главное что моя подруга не будет плакать я думаю а что это алло мы ищем талант или что там разные смысл приходит я не знаю броу я типа не всегда запоминаю смысл такие мастер задавать ебанутые вопросы знаешь когда ждет очень много смысла я такой еще и еще у тебя есть такая да не шучу просто почему вот этот весь итог я просто хотел бы что если то есть у кого-то прет типа я брою по поводу пиара вот этой движухи смысл у вас вот по поводу продакшна и таких есть тысячи людей которые сами пока не подозревают что они могут делать что-то хорошее они даже не попробовали поэтому меня греет то что сегодня мы все здесь собрались с одним единственным с крутым посылом короче чтобы мы двигались чтобы молодежь была круче короче и я респектую на эти уаны я готов это сказать я потому что приветствую такую движуху казахский язык звучит стильно я респектую это движ и это думаю целая тема сейчас мы могли бы подсознать отдельно целый час до по поводу казахского языка и популяризации во в целом все 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 в целом я хочу сказать что вся эта движуха типа она очень светлая все все братья я прошу прощения просто уже до 12 я просто думаю я почему угора просто прикинь такая общуха идет активный и потом реально надо уходить и он ушел да нет ты просто такая резко мы просто общаемся и просто его нету понимаешь дальше его нету подожди блять их же трое было не обвесились да они стали оправдываться кто-то другой сядет они все переняли они все переняли душа разум и тело знаешь все соединено для правильного вообще чтобы у тебя все правильно шло ты должен как по дрт идти а у них и они вот душа разум и тело все состоит же из этого мы с вами в этот мир пришли так и у них все гармонично у нас стране в дан чистый разум и тело души нет и поэтому страна страдает у нас 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 страна страдает